Музыка По информации госавтоинспекции на территории Орловской области осуществляются следующие перевозки. Межмуниципальные и междугородние перевозки в пределах области. 155 маршрутов, количество автобусов 334. Городские 38 маршрутов, количество автобусов 356. И межрегиональные и проходящие через территорию Орловской области 58 маршрутов, 87 автобусов. На территории области зарегистрированы 6383 автобуса, из которых принадлежит индивидуальным предпринимателям 2831, юридическим лицам 3552. И 218 транспортных следствий осуществляют систематическую перевозку детей в общеобразовательных учреждениях. За истекший период 2018 года зарегистрировано 59 ДТП, входящие в государство встать отчетность с участием транспортных средств, перевозящих пассажиров. Из них по вине автобусов допущено 26 ДТП, где погибло 6 человек и 51 получил ранение. Аварийность из-за нарушения правил дорожного движения распределяется следующим образом. У нас допущен рост аварийности на территории Орловского района, Ливенского района и Крамского района. Уже за истекший период 2019 года мы имеем 3 ДТП, минус 72,7, это подлежащие статистической отчетности. И два из них, которые допущены на территории города Орла. Хотелось бы отметить, что в 2018 году наблюдалось снижение количества ДТП по вине водителей автобусов, но весь комплекс мер по профилактике ДТП не должен лишь ограничиваться карательными мерами, которые предусмотрены компетенцией госавтоинспекции. Ряд нормативно-правовых актов возлагают ответственность на субъекты транспортной деятельности, как перевозчиков, так и субъекты, которые осуществляют и организуют пассажирские перевозки, то есть органы осуществляют заявки на участие в открытом конкурсе. Значит, федеральным законом 398 о внесении изменений во закон о безопасности дорожного движения госавтоинспекция ограничена в полномочиях на проведение плановых проверок. С этого года мы плановые проверки предприятия не проводим, что еще раз накладывает определенную работу и определенную ответственность на органы государственно-транспортного контроля и на самих перевозчиков. Сотрудниками госавтоинспекции в 2018 году возбуждено 1342 дела в отношении административного производства, в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за осуществление государственных автомобильных перевозок. Оштрафовано 1246 таких лиц. Выявлено нарушение в сфере перевозок водителями автобусов более 11 тысяч, из них 595 – управление техническими неисправностями, автобусы с техническими неисправностями, 57 из которых с несильными изменениями в конструкции, 645 – нарушение правил перевозки пассажиров, 219 – управление без тахографа, с нарушениями труда и отдыха. Осуществлена проверка 82 образовательных учреждений, осуществляющих систематическую перевозку детей, привлечено к ответственности 40 должностных лиц за нарушение обязательных требований при осуществлении организованных перевозок групп детей. Направлено 46 информаций в Городное государственное контроле. В истекшем периоде уже возбуждено более 300 административных производств в отношении должностных лиц и выявлено более 2,5 тысяч нарушений водителями автобусов. Анализируя нарушения, допущенные водителями автобуса, можно сделать вид, что распространены такие нарушения, как управление техническими неисправностями, нарушение правил перевозки людей сверх нормы, управление транспортными средствами без тахографа и другие нарушения, которые влияют на безопасность дорожного движения. Сотрудниками госавтоинспекции, сотрудниками полиции принимаются в максимальном объеме меры, касающиеся компетенции нашей службы. Однако сегодня вопрос одними, как я уже повторюсь, карательными мерами решить невозможно. Поэтому неоднократно информировались в адрес перевозчиков, вносились представления о устранении нарушений законодательства и принятии мер в отношении водителей. И также мы ежемесячно информируем администрацию города Орла и департамент ТЖКХ и строительства о систематических нарушениях водителей теми или иными перевозчиками. Однако, к сожалению, на сегодняшний день ни одного муниципального контракта в отношении перевозчиков не расторгнуто. Поэтому я считаю, что эту работу необходимо продолжать. И это один из рычагов, которым можно заставить перевозчиков в лице организаторов перевозчиков навести порядок со своим транспортом. Потому что порой мы бьем только водителей. Некоторые водители по 20-30 раз у нас привлечены к ответственности, но они продолжают передвигаться на маршрутах. И сегодня в отношении них мы никакие меры не можем принять, только из-за исключения, если будет расторгнут контракт. Значит, в рамках контроля за состоянием автобусных маршрутов проверено 1227 остановочных павильонов, из которых 902 на сегодняшний день не соответствуют требованиям. На 402 отсутствуют знаки остановки, место остановки автобусов. По 489 пунктов отсутствует дорожная разметка. Значит, в 428 пунктах отсутствуют тротуары, в 351 пунктах отсутствуют заездные карманы. Все это, соответствующим образом, влияет на безопасность дорожного движения. В прошлом году мы имели очень серьезные происшествия, в том числе по одной из таких причин. В рамках устранения этих недостатков в отношении должностных лиц возбуждено 7 административных материалов по статье за нарушение правил содержания дорог и дорожных сооружений. Выдано 35 предписаний должностным и лидерическим лицам, вынесено 37 представлений владельцам дорог, 8 информаций прокуратуры. Сегодня в рамках проверок были истребованы проекты организации дорожного движения и паспорта на автомобильной дороге, где по данным территориям проходят автобусные маршруты. Проверка показала, что в некоторых районах таких, как Вазуновский, Должанский, Крамской, Ливенский и части улиц города Орла отсутствует сведения на те или иные участки дорог, по которым проходят у нас сегодня автобусные маршруты. Уважаемый Андрей Евгеньевич, данная работа будет продолжаться. В 2018 году управлением расследовано 3 уголовных дела по фактам ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали жители города, в том числе дети. Направлено в суд уголовное дело в отношении водителя администрации Орловского района, который, управляя автобусом, выехал на железнодорожный переезд в районе деревни Гассино, запрещающий сигнал семафора и допустил столкновение с поездом, в результате чего погибли 5 человек, а 5 пассажиров, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести. В ходе следствия установлено, что МКУ ЕДДС Орловского района, администрация Орловского района, не был заключен договор на прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров для допуска к управлению транспортными средствами, осуществляющими пассажирские перевозки. Также руководством данной организации нарушение законодательства неорганизовано проведение предрейсовых и сезонных инструктажей водителями, не назначено ложное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения. Следователем по вышеуказанным нарушениям внесено представление главе администрации Орловского района, по результатам рассмотрения которого директор МКУ ЕДДС Ременюк всего лишь привлечен к дисциплинарной ответственности. Также направлено прокурору с обвинительным заключением в уголовное дело в отношении механика индивидуального предпринимателя Гришина по части 1 статьи 266 Уголовного кодекса, выпустившего в рейс микроавтобус с неисправной тормозной системой, в результате чего произошло ДТП в Заводском районе, в котором пострадали 16 пассажиров. На завершающей стадии расследования находится уголовное дело в отношении водителя троллейбуса, который, отъезжая от остановки Дворец спорта в городе Орле, допустил наезд на трех пешеходов, выходивших перед троллейбусом из маршрутного автобуса ПАС и находившихся на проезжей части, которые были смертельно травмированы. Еще двум гражданам причинен вред здоровью. По результатам судебно-психиатрической экспертизы водитель троллейбуса признана невменяемой. В настоящее время перед психиатрами поставлен дополнительный вопрос, когда она начала страдать психическим заболеванием, до или после ДТП. Также установлено, что водитель маршрутки привлекался к административной ответственности за осуществление перевозок пассажиров с нарушением правил обеспечения их безопасности. По результатам расследования будет дана оценка его действиям, так как он производил выставку пассажиров вне остановки на проезжей части. В адрес главы администрации города Орла, а также начальника ГИБДД МВД России в Орловской области порядка ст. 158 ПК России внесены представления ввиду непринятия мер в пределах компетенции по выявленным нарушениям деятельности владельца данного автобуса. Следственным управлением проанализировано состояние работы организации пассажирских перевозок и контроля за ними со стороны органов местного самоуправления. Анализ причин и условий, способствующих совершению данных сигурных преступлений, свидетельствует, что основными недостатками оказания транспортных услуг являются низкий профессиональный уровень водителя общественного транспорта, допущение ими грубых нарушений ПДД, радиационные упущения в работе по осуществлению пассажирских перевозок. В управлении по данному вопросу проведено заседание общественного и консультативного совета, выработанное конкретные предложения в целях предупреждения подобных аварийных ситуаций, которые направлены в органы местного самоуправления МВД России по Орловской области и контролирующие органы. С учетом того, что контроль за деятельностью пассажирских перевозчиков, осуществляющих должностными лицами администрации города Орла и соответствующих муниципальных образований, которыми непосредственно профилактируются и выявляются нарушения в данной сфере, мы полагаем необходимым повысить ответственность предпринимателей, осуществляющих внутригородские и международные пассажирские перевозки, а именно предусмотреть в условиях муниципальных контрактов право их одностороннего расторжения в случае неоднократного более двух раз нарушения водителями ПДД, связанных с обеспечением безопасности движения транспортных средств. Организовать прямую линию с населением в общедоступных местах на остановках, в салонах автобусах, разместить сведения о том, куда можно обратиться, если водителям допускается нарушение ПДД, информировать в том числе в средствах массовой информации о результатах подобных проверок и принятых мерах ответственности в отношении перевозчиков. Организовать взаимный обмен информацией между структурами и подразделениями органов местного самоотравления и органов ГИБДД о допущенных водителями автобусах нарушениях ПДД в целях последующего принятия мер предпринимателям с учетом компетенции. Организовать контроль за движением по маршрутам и соблюдением графиков движения водителями транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. При проверке предпринимателей, осуществляющих три городские и международные междугородные пассажирские перевозки, уделять внимание организации перевозок, предрейсовые медосмотры водителя, предрейсовые после рейсового осмотра транспорта, квалификация водителя, наличие соответствующего оборудования, исключить формально и исключительно основной проверки документов, подход к проведению таких проверок, принимать меры реагирования и осуществлять контроль за их исполнением. Департаментом совместно с ГИБДД России по Орловской области и Управлением Федеральной налоговой службы по Орловской области в соответствии с утвержденным планом графиком совместных мероприятий за соблюдением законодательства в сфере осуществления перевозок пассажиров и бакажа легковым такси на территории Орловской области за период с 26 января 2018 года по 26 декабря 2018 года проведено 107 выездных контрольных мероприятий. На территории Орла и муниципальных районов выявлено 99 нарушений. Только за 2018 год прекращены более 100 лицензий по работе такси. В соответствии с поручением губернатора и председателя правительства Орловской области, распоряжением правительства Орловской области от 13 августа 2018 года, в 2018 году начата работа по разработке единой схемы организации транспортного обслуживания в границе города Орла и Орловского района Орловской области. В единой транспортной схеме будет указано количество транспортных средств, вместимость, другие характеристики, влияющие на качество транспортного обслуживания. В проекты контрактов войдут требования по обновлению парка машин, неукоснительному соблюдению графиков движения, транспортной безопасности, участию в автоматизированной системе управления дорожным движением на базе ГЛОНАСС, в том числе вопросы, связанные с исключением и расторжением контрактов с перевозчиками, водители которых превысили устанавливаемый в проектах контрактах лимит на правонарушение. Считаю, что это позволит повысить эффективность работы. К одному из контрольно-профилактических мероприятий, перекликающихся с рассмотренным ранее вопросом о налоговых правонарушениях, следует, безусловно, отнести внедрение безналичной системы оплаты проезда в городском и пригородном транспорте города Орла. В ближайшей перспективе расширение такой практики, а также внедрение с 1 июля 2019 года контрольно-кассовой техники на транспортных пассажирских средствах. Есть злостные нарушители. А что сейчас нам мешает расторгать контракты, навести порядок, сделать здоровую конкуренцию? Или кто-то стоит за этими перевозчиками? Вот совершенно непонятно. Это тоже я адресую Александру Сергеевичу Муромску, который сейчас будет выступать. Что мешает сейчас расторгнуть с такими водителями, с перевозчиками контракта? Совершенно мне непонятно. Уважаемый Леонид Семенович, отвечаю. В настоящее время, как я уже сказал, по результатам проверки мы прекратили три государственных контракта. Пять государственных контрактов у нас находятся в стадии судебных решений, взаимных. В части межгорода известно, что разрешение на межгород, межсубъектные маршруты выдает Минтранс. Мы одно обращение по перевозчику, расположенному на территории Орловской области, направили. Его лишили лицензии на перевозку по маршруту Орел-Москва в связи с многочисленными нарушениями. И более ста лицензий по работе такси мы в 2018 году прекратили. Работу будем продолжать, Леонид Семенович. Транспортное обслуживание населения на маршрутах муниципальной сети в областном центре ощущается на основании муниципальных контрактов, срок действий которых истекает до конца марта 2019 года. В настоящее время идут конкурсы на выбор новых. Отмечу, что одним из важных критериев при конкурсном отборе перевозчиков будет являться информация о количестве нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла на постановленной основе ведется анализ нарушений допущенных перевозчиками. Анализ проводится на основании данных о ДТП, которые произошли по вине перевозчика, а также данных о нарушениях лицензионных требований, полученных Управлением государственной автодорожной надзора, а также у ГИБДД МВД России по Орловской области. С 1 января этого года в муниципальных контрактах ужесточена ответственность перевозчиков за нарушение условий заключенного муниципального контракта. В частности, за повторное нарушение утвержденного расписания движения, курение водителя в салоне, нарушение правил дорожного движения, разговор водителя по телефону и ряд других нарушений дает право администрации города Орла на расторжение контракта с перевозчиками в одностороннем порядке. Это право мы уже применили и направили одному из перевозчиков уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке за несоблюдение графика движения в вечернее время, а также нарушение правил дорожного движения. Контроль за соблюдением перевозчиками расписания движения автобуса ведется при помощи спутниковой инновационной системы ГЛОНАСС. Приборами этой системы оборудован весь подвижной состав. В настоящее время на территории города Орла действует 3-4 автобусных городских маршрута, которые обслуживают 358 автобусов, 4 троллейбусных маршрута и 3 трамвайных. Также отмечу, что на сегодняшний день в городе на 6 автобусных маршрутов работает подвижной состав, оборудованный для перевозки маломобильных групп населения. Для удобства жителей города Орла действует интернет-ресурс БАЗ-57, позволяющий в режиме реального времени видеть место положения автобусов того или иного маршрута. Также на 20 остановочных пунктах размещены электронные табло с указанием на именование маршрута и времени прибытия автобуса к остановочному пункту. С целью предупреждения ДТП с участием пассажирского транспорта администрация города Орла проводит разъяснительную работу с перевозчиками. На совещаниях с перевозчиками обязательно поднимаются вопросы о неукоснительном соблюдении водителями правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Перед ними также ставится задача о проведении с водителями регулярной разъяснительной работы и проведении необходимых инструктажей для обеспечения безопасности дорожного движения пассажирских перевозок. Также в целях повышения безопасности перевозков пассажиров сотрудники администрации города Орла совместно с коллегами из Юго-Западного Межрегионального управления Государственного дорожного надзора Центрального федерального округа регулярно проводят проверки в местах базирования подвижного состава индивидуальных предпринимателей на предмет прохождения предрейсового медицинского и технического осмотров, а также санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию с мест стоянки. С 10 февраля в областном центре действует новая система оплаты за проезд. Решением Городского совета народных депутатов согласован тариф на разовый проезд провоз багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла. В частности, при наличном способе оплаты стоимость проезда составляет 20 рублей. При безналичном способе оплаты с применением банковской карты стоимость проезда составляет 17 рублей. Весь общественный транспорт города Орла, в том числе городской электрический транспорт, оборудован валидаторами для приема оплаты за проезд безналичным способом. На всех муниципальных маршрутах действуют различные виды проездных билетов, а также предоставляется право оплаты проезда безналичным способом с использованием банковской карты. Основными же проблемами в сфере транспортных перевозок в городе Оле является перегруженность города автобусами малой вместимости, дублирование маршрутов муниципальной транспортной сети автобусами, обслуживающими межмуниципальные маршруты, так называемые трехзначные, и несоблюдение перевозчиками расписания движения автобусов, особенно в вечернее время. Для устранения этих проблем администрации города Орла совместно с профильным департаментом работает над созданием единой схемы организации транспортного обслуживания населения в границах города Орла и Орловского района, которое позволит систематизировать и четко структуризировать работу городского и пригородного транспорта. Работа ведется до конца второго квартала, планируется ее завершить. Если вы расторгаете контракт с каким-нибудь перевозчиком, какие следующие шаги наступают? Этот перевозчик попадает в черный список и в дальнейшем не может участвовать в конкурсе на выбор подрядчика. Более конкретные вещи. Вы расторгаете, у него 10 маршрутов. Вы утром подписываете решение о расторжении контракта. На этот случай мы заключаем временный договор сроком на 6 месяцев с перевозчиком без конкурса. За эти 6 месяцев проводим новый конкурс и заключаем уже с победителем конкурсного отбора долгосрочный контракт. То есть вы должны в день расторжения контракта найти перевозчика, кто заключит долгосрочный контракт? Да, но не в день, 10 дней дается на обжалование, а так, да. То есть 10 дней у нас жители могут без перевозок? Нет, Андрей Юрьевич, мы уведомления направляем, через 10 дней расторгаем. За эти 10 дней мы находим нового перевозчика, заключаем с ним договор на 6 месяцев. И за эти 6 месяцев проводим конкурс на выбор от перевозчика на долгосрочный контракт. У нас по сравнению с количеством обращений и жалоб, вопрос транспортного обслуживания занимает второе место после жилищно-коммунального хозяйства. Это после зимы, после всех сосулек, снега, протечек, всего того вала, который был и фиксируется всеми правоохранительными органами прокуратуры. И, конечно, подобная ситуация не может просто ровное отношение звать. И причина, мне кажется, совершенно очевидна и понятна. Почему не расторгаются контракты? Да потому, что есть несколько монополистов, которые получили все коммерческие маршруты, и они определяют, куда им когда ездить. Муниципальные предприятия еле жилы. Меня, если честно, Александр Сергеевич удивляет, у нас приехал с вами подвижный состав из Москвы. Ну, кроме того, что украли аккумуляторы, ничего хорошего про эту технику я больше не слышал. Но благо следственный комитет вместе с ОМВД нашли, кто это сделал. Уже хорошо аккумуляторы вернули или деньги вернут. Что с техникой-то? Есть свободные, у нас много лишней техники, которая не выходит на линию. Поступают жалобы, просто пошли уже потоком от матерей, от инвалидов. На этих маршрутках никто никуда не поедет. Если у матери коляска обречена на спортивные занятия, спортом по городу, потому что она не залезет в этот пазик. Вопрос опять-таки расторжения. Но давайте мы все-таки будем откровенны, хотя бы в кругу тех людей, кто эти решения будет принимать. Не можете вы сегодня расторгнуть, потому что заменить некому. За пять минут это не произойдет. Поэтому у нас с вами и демарши по электронной системе оплаты. Электронная система оплаты, я думаю, что для всех понятна, это лишь форма контроля, не более того. Мы именно умышленно сохраняли размер платы, вводя ее в электронный формат, для того, чтобы посчитать, сколько поездок. Потому что бюджет области и муниципальные бюджеты не в силах компенсировать непросчитанные расходы. У нас проездные компенсируем, называется, от потолка. Сколько подали, столько скомпенсировали. Сейчас, хоть мы за два месяца, несмотря на все сложности, я так напомню, что мы, помимо Москвы и Московской области, в ЦИФО, наверное, единственный регион, который смог, несмотря на все сложности, ввести стопроцентную оплату в областном центре у электронных. Хотя сбои технические и сейчас, сегодня Александр Сергеевич с утра докладывал на планерке, что два звонка было за минувшие сутки. Но это вопрос технической доработки, я думаю, что мы будем эту работу ввести. Поэтому, Александр Сергеевич, если мы с вами вместе идем путь по созданию единой транспортной модели для Орла и Орловского района, эта транспортная модель должна предусматривать заключение долгосрочных контрактов осенью этого года. Причем долгосрочные контракты должны в себе содержать и условия досрочного расторжения. Причем, ну, мне, например, не очень понятно, почему мне одному, ну, иногда еще кому-то нужно бороться с тем, что курят в автобусах, что не пристегивать, что грязные автобусы, сообщать и Александру Юрьевичу, и Денису Анатольевичу. Ну, мне кажется, это комплексная работа, которая может здесь быть помощником и ГИБДД, и все другие службы. Давайте наводить уже порядок вместе. Мне, например, не очень приятно, когда такое количество жалоб, и люди действительно жалуются, обоснованно жалуются. И на хамство водителей. В итоге мы наказываем водителей, как правильно сегодня было сказано, мы не наказываем перевозчиков. Если мы хотим, чтобы у нас была возможность расторжения контрактов по законным основаниям, нужно тогда поднимать свои муниципальные предприятия. Александр Сергеевич, принимайте решение по его транспорту. И троллейбусы, и трамваи, и автобусы. Решение мэрии Москвы принято, так мы чего ждем? Мы тратим огромные средства, зачастую не туда, не для того, чтобы изменить порядок сообщественного транспорта. С остановками. Совершенно правильно было подмечено. Начиная от разметок, карманы въездные. Заканчивая тем, что мы сейчас при проектировании, у нас Комсомольское, Крамское шоссе, Московская улица. Там в проектах есть заездные карманы? Слава Богу, что есть. Вопрос контроля. Держите первоочередную задачу. По разметке, мы договорились до 1 мая, вся разметка должна быть нанесена. Дорожное покрытие, ямочный ремонт должен быть решен. Вы этот срок обозначили. Я надеюсь, что в рамках тех контрактов, которые сейчас разыгрываются, он и будет исполнен. И по остановкам 450 остановок, которые требуют внимания. Предлагаю к этому подойти не так, что мы будем констатировать с года в год увеличение количества несоответствующих стандартам остановок. Давайте программу разработаем городскую, вместе с Орловским районом по приведению в соответствие. Это минимальные затраты. Но это совершенно другой вид, потому что мы все отчитываемся. То есть у нас есть система БАЗ-57, я ее ровно полтора года прошу поставить у себя на телевизор в кабинете. Так мне ее никто и не поставил. Просто видеть. Жалобы на каждой встрече с жителями, что автобусы не ходят в вечернее время. Мы все говорим, мы их отслеживаем через ГЛОНАСС. Но кому легче от того, что мы их отслеживаем-то? Давайте мы их не отслеживаем, давайте мы их будем наказывать, что они не ездят в вечернее время. Потому что у нас с вами практически через день я вам перекидываю какие-то вопросы по автобусам. Даже на Масленице люди подходили, сделайте маршрут, там есть необходимость. Все это нужно учесть и тогда уже в сентябре заключать долгосрочные контракты. Но и еще раз обращаю внимание, если мы хотим, чтобы у нас была конкуренция с коммерческими перевозчиками, в том числе, нам нужно развивать муниципальные предприятия. Надеюсь, будут предприняты меры и руководство трамвально-троллейбусного предприятия тоже найдет в себе силы рассмотреть вопрос перспектив развития. Продолжение следует...